В продолжение спортивной тематики сегодня после ремонта открылась единственная в Минской области детско-юношеская школа конного спорта. Там занимаются больше 60 ребят. Все приезжают из разных деревень и городов и расстояние для них не преграда. Ведь у каждого есть цель и на пути к ней улучшены условия для занятий только в помощь. В обновленной школе для будущих чемпионов побывала Евгения Лесникова. И я всегда с тобой, на земле единственной границей. Подъем в 5.30 утра, полтора часа в дороге и так 3-4 раза в неделю. Такой график не каждый взрослый потянет, но ради лошадей 16-летняя Аня проделывает нелегкий путь уже 4 года. И свой маршрут Минск-Зазерия называет дорогой, ведущей к мечте, стать чемпионкой в конном спорте. Просто вот когда мы ездили даже куда-то отдыхать на море, я постоянно всегда на лошадках покататься, в деревне тоже на лошадках покататься. Это лошади, то есть это не роботы, это животные, которых надо чувствовать и любить. И таких увлеченных лошадьми, как Аня, в детско-юношеской спортивной школе профсоюзов конного спорта имени Дементьева больше 60. Для них сегодня особенный день. Кстати, в ремонте помогла Федерация профсоюзов в Беларуси, а на входе даже установили стенд с фотографиями, что было до. Мы здесь заменили фасад, поменяли вывеску нашей школы и сделали левое крыло конюшни. Там поменяли крышу, подбили потолок, поменяли освещение, отремонтировали денники, двери в денниках. Побелили, покрасили, то есть привели ту половину в надлежащий вид. Три конюшни с манежами, два выгула и одно тренировочное поле. Все в распоряжении будущих звезд конного спорта. Для них же и 27 лошадей для занятий, каждая на вес золота. Самый молодой 2 года, а самый взрослый 23. Это наша легендарная, можно сказать, лошадь. Ее зовут Симарон. С виду он, конечно, такой невзрачный, иногда все с него смеются. Но, тем не менее, эта лошадь привезла нам двух мастеров спорта и бесчисленное количество кандидатов мастера спорта. Мастеров спорта здесь очень много. Гордиться и, правда, есть кем. Ученики начинают занятия в детско-юношеских профсоюзных спортивных школах, а затем переходят в высшую лигу. Только на летней Олимпиаде в Рио из 9 медалей белорусской сборной, 4 за выпускниками профсоюзных школ. У нас более 100 школ Федерации профсоюзов Белоруссии, детско-юношеский школ, занимаются порядка 42 тысяч детей. Этим школам исполняется спорту профсоюзному уже 85 лет. И, безусловно, мы стараемся, чтобы в сельской местности эти школы работали, чтобы эти школы развивались. Потому что не так много возможностей, если сказать, сегодня на деревне, чтобы дети могли себя реализовать в том или ином виде спорта. В январе профсоюзная школа конного спорта имени Дементьево стукнет 35. На этом ремонте дело не остановится. В планах привести в порядок еще одну конюшню и решить вопрос с лошадьми. Ведь на 62 начинающих спортсмена 27 лошадок мало. Нужно хотя бы еще десяток. Тогда ребятам не придется ждать четвертой смены. Но эти вопросы будут решать в процессе. Главное уже случилось. Школе подарили новый облик. Все условия созданы. Теперь дело за учениками. Евгения Лесникова, Алексей Шаплов. Наши новости ОНТ.